Это город Эс, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Примерно треть своей жизни мы проводим на работе, и поэтому рабочая обстановка – это, конечно, очень важно. Но о безопасности на работе, наверное, еще важнее. Охрана труда – далеко не пустые слова, об этом говорит статистика. В России ежемесячно на работе погибает свыше 500 человек и получают травмы десятки тысяч работников. Собственно, вот о безопасности труда речь пойдет сегодня. Я с удовольствием представляю нашу гостью. Это Тамара Шраменко, начальник отдела Государственной инспекции труда. Добрый вечер, Тамара Ивановна. На самом деле, мне кажется, что вот ваша служба абсолютно не подразумевает никаких шуток. Конечно, нет. Однозначно. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Вопросы важные, наверняка у каждого из вас они есть. Можете звонить к нам в студию и эти вопросы задавать. Ну, статистику я привела по России, нашла вот такую. А что на самом деле в Самарской области? Надеюсь, у нас все-таки не так. Ну, за 9 месяцев 2013 года Государственной инспекцией труда проведено 1297 проверок в отношении юридических лиц, в том числе в отношении малого предпринимательства 335, в организациях строительства 130, транспорт 161, обрабатывающий производство 221. В ходе проверок выявлено 6692 правонарушений, в том числе в субъектах малого предпринимательства 1955. Из общего количества нарушений выявлено 3173 нарушений, не связанных с охраной труда, и 3519, связанных с охраной труда. Но хочется отметить, что за 9 месяцев расследовано 97 несчастных случаев. В общем-то, по статистике идет уменьшение несчастных случаев. А с другой стороны, выявленные нарушения растут, растут также и обращения жалоб и обращения граждан о нарушении прав трудовых, условий и охраны труда. Вот эти проверки, о которых вы говорите, они производятся по сигналу или есть какая-то плановость? Не всегда. Есть у нас плановые проверки. Ежегодно мы составляем график проверок. Они у нас проходят согласование с Генеральной прокуратурой. На сайте областной прокуратуры до 1 ноября должен быть уже вывешен список предполагаемых организаций, проверяемых в следующем году. Есть также у нас еще внеплановые проверки, которые проводим мы по требованию прокуратуры, по обращениям граждан, по обращениям СМИ и так далее. А вот об этих плановых проверках уведомляются руководители предприятий? Это знаете, как в армии, когда приезжает генерал, накануне солдаты красят зеленым цветом траву, там белят бордюры и так далее? Нет, любой работодатель может уже с 1 декабря или в конце года выйти на сайт областной прокуратуры и государственной инспекции труда, не только, а любого органа надзора и контроля, и посмотреть, имеется ли есть в списках он или нет. А начало плановой проверки у нас проводится по распоряжению, которое мы должны направить работодателю, юридическому лицу, не позднее, чем за 3 дня. То есть есть время покрасить траву? Есть, закрыться можно, ликвидироваться можно. А, и такие случаи бывают? Да, бывают. Ну, вообще, как мне кажется, это говорит о том, что серьезные наказания следуют за нарушением. Может быть, немножко забегая вперед, наверное, еще поговорим об этом сегодня. Как Вы считаете, Тамара Ивановна, вот работодатели Самарской области, насколько серьезное внимание уделяют вопросам безопасности своих работников? Ну, двояко, можно сказать. Понимаете? Они не осознают ответственности в том, что, в общем-то, в чем безопасность сама состоит не только самого работодателя, но и подчиненных ему. Поэтому они должны знать, что в первую очередь должны быть обучены сами работодатели, его руководители и специалисты соответствующих служб. И также должна быть создана служба охраны труда, чтобы обеспечить безопасность работников. Ну, и в первую очередь себя самого. А много ли у Вас таких вот хорошистов, где вообще нет проблемы, где сознательные отношения? Проблемы везде есть, могу сказать. Где-то они более, где-то менее выраженные. Но хромает у нас немножко малый и средний бизнес. Так как или боятся, или не хотят, или от незнания не создают службу охраны труда. Вся ответственность, в общем-то, ложится на них. Но если они при этом еще и не обучены, не знают своих обязанностей по обеспечению безопасных условий охраны труда, им немножко в этом сложновато. Но на самом деле, когда речь заходит об охране труда, многие руководители удивляются, собственно, нам зачем? У нас нет вредного производства. У нас вообще нет производства. А это не зависит от вредного производства, не от вредного производства. Есть 212 статья, которая четко определяет, что общее руководство по обеспечению безопасных условий охраны труда возлагается на работу дателя. Есть определенный круг обязанностей, которые он должен выполнять, обеспечивать безопасность зданий, сооружений, технологических процессов. Это не важно, большой объект, маленький объект, какая-то типография, столовая, это не важно. Даже если где и просто пользователи ПВМ сидят на рабочем месте, может быть, у них и нет опасных условий охраны труда. Даже класс оценки у них второй, допустимый. Но все равно также инструктажи должны проводиться с ними. Во-первых, у многих связано не с определенным местом работы, что он в офисе сидит, а разъездной характер работы. Даже вот как вас взять, правильно? Вы должны тоже правильно знать, как вести себя вне территории своей студии и так далее. Как вы должны действовать при том или иной ситуации, при несчастном случае? Кого должны оповестить, значит, куда должны обратиться? Все это должно быть и доведено до работников в первую очередь. И работодатель это должен знать, осознавать опасность. А есть исключения какие-то? Какое-то малюсенькое предприятие, состоящее из двух-трех человек, кому не обязательно все-таки? Неважно, если у работодателя есть хотя бы один наемный работник, он обязан обеспечить безопасные условия охраны труда. Дорогие друзья, безопасно ли вы работаете? Сегодня у нас в студии, если кто-то только что подключился к нам, сегодня у нас в студии Тамара Шараменко, начальник отдела Государственной инспекции труда. Если есть вопросы, 202-11-22, звоните к нам в студию. Ну, услышала я, что исключений нет, да, Тамара Ивановна? Не может. В каких отраслях все-таки, ну, по Самарской области, конечно, вопрос, чаще всего нарушаются требования безопасности? На сегодняшний момент на нарушение у нас большинство выявлено в обрабатывающих производствах, строительстве, транспорт и связи. Строительство и транспорт, да, наверное, ожидаемо, а связь, казалось бы? Ну, сами знаете, на сегодняшний момент, ну, она так называется, транспорт и связь. Ну, у нас бывают организации связь-монтаж, они связаны и со связью, и с монтажом, с монтажными работами. Часть. А могли бы Вы назвать, вот, какие именно нарушения, чаще всего, бывают, да? Ну, основными нарушениями, характерными для организаций Самарской области, это несовременная выплата заработной платы, не назначение или в неполном объеме компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах средными или опасными, или иными особыми условиями труда, непрохождение работниками предварительных при поступлении периодических в процессе трудовой деятельности и медицинских осмотров, а значит, многочисленное нарушение по обеспечению спецодежды, спецобуви и другими средствами индивидуальной защиты, ну, как уже говорил, непрохождение руководителями и специалистами обучения по охране труда, допуск работников к самостоятельной работе без обучения и проверки знаний по охране труда, предусмотренных инструктажей, стажировки на рабочих местах и отсутствие службы охраны труда. Я правильно услышала, что Вы назвали не выплату или не своевременно выплату заработной платы. А какое здесь отношение имеет к этому инспекция труда и в чем здесь безопасность нарушается? Это задача инспекции труда, чтобы обеспечение в полном объеме заработной платы, значит, и надзор за соблюдением законодательства о труде и условиях труда. А я была подумала, что не своевременное получение может привести к сильным переживаниям, инфарктам и так далее. Нет, ну извините, это также влияет на условия труда, не своевременная заработная плата, выплаты, не в полном объеме. Так что это тоже один из условий труда. Безусловно. Ну так хорошо. Что же все-таки должен работодатель сделать для того, чтобы обеспечить безопасность своих работников? Ну в первую очередь он четко и жестко должен соблюдать законодательство о труде и охране труда. Также иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. И чтобы узнать, как обеспечивается безопасность, как я уже поговорила, в первую очередь пройти самообучение и проверку знаний по охране труда, пройти обучение руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение безопасных условий охраны труда, как в целом по предприятию, по отделам и на рабочих местах, и создать службу охраны труда. Ну а вот смотрите, начал человек работать, руководитель создал предприятие, работать никто его не трогает, с проверкой пока не идет. Ну и работает, и работает себе. Не создает службу охраны труда, не прошел инструктаж, ничего не сделал. Вот кто все-таки должен быть инициатором того, что он должен это сделать? Либо вы должны ему прислать письмо, там, завтра придите на обучение. Нет, извините. Как это происходит? Нет, мы письма счастья не шлем. Сразу говорю, так что это обязанность работодателя, если, еще раз повторяюсь, если у него есть в подчинении работники, с кем-то он заключил трудовые договора и так далее, он обязан пройти обучение. Это у нас прописано статьями Трудового кодекса. Никто ему напоминать об этом не должен. Ну, а существуют какие-то направления по сферам деятельности все-таки? Или есть такой базовый, условно говоря, школьный курс для каждого человека, который он должен выучить в плане охраны труда? Нет, есть определенные программы, утвержденные Минтрудом, в соответствии с которыми в специализированных учебных центрах проводится обучение руководителей и специалистов. Ну, сейчас будет меняться, это с нового года будет другой порядок у нас обучения, будет ужесточаться, будет увеличиваться количество часов. А на сегодняшний момент действует у нас постановление Минтруда и Минобразования 1 дробь 29 от 13 января 2003 года и статья Трудового кодекса 212 и 225. Ну, у вас и память, Тамара Ивановна. Ну, а с чем все-таки связано ужесточение-то? Вроде бы цифры, которые вы назвали, они у нас такие, ну, не вот тебе угрожающие? Ну, понимаете, считают, наверное, что все-таки количество часов, 40 часов недостаточно для того, чтобы более детально изучить те или иные специфики деятельности. Должно быть все-таки по отраслевому признаку такое быть, такое обучение. И поэтому увеличивается. А как часто вообще в вашей сфере меняется законодательство? Как часто появляются какие-то новые пункты, дополнения и так далее? Ну, изменения в Трудовой кодекс имеют место, могу сказать, что прям очень так часто. Ну, периодичность есть определенная. С развитием технического прогресса, в принципе, безопасность как была, вот безопасностью, да? Да, так она и есть, будет, будет всегда. Ну, по себе могу сказать, что самым ненавистным, в кавычках, конечно, сотрудником в организации являлся всегда специалист по охране труда. Это человек совершенно нудный, который ходил, требовал сдавать ему экзамены, на это не хотел остратить времени и так далее. Так вот, по поводу такого специалиста, должен ли он не обязательно быть в каждой организации? Ну, Трудовой кодекс у нас четко определяет по статье 217, что при численности более 15-50 человек работодатель обязан создать службу охраны труда. Более 50 специалист, такое все уже, хочешь не хочешь? Да, ввести в штатное расписание, да, это обязательно условие. Ну, а вот такой специалист, он, к нему, наверное, особые какие-то требования предъявляются, и вот, в общем-то, вот какими знаниями он-то должен обладать, как и где он должен учиться? На сегодняшний момент у нас изменилось, требования к службе охраны труда. Сейчас я вам покажу, можно я посмотрю? Ну, конечно. Столько всего в голове у вас удержать нужно. Сейчас вышел новый ЕТКС, именно как раз по службе охраны труда. Это приказ Минздрава соцразвития 593-й иен. Какого числа? Сейчас скажу. А до какого числа, я думаю, что можно на памяти не помнить? Вот. Скажу, от 17 мая 2012 года. Действует это требование, минимальное требование с 1 июля 2013 года. Так что, если к какому-либо работодателю, в общем-то, это должно быть интересно, всем интересно, так что они могут посмотреть и кадровым службам. Ну, сами понимаете, что каждый работодатель заинтересован в квалифицированных работников. Поскольку работа по охране труда, она специфична, и работник, который будет осуществлять, должен обладать определенным опытом и образованием. И такие требования к специалисту по охране труда предъявляются. Стаж работы в охране труда не менее трех лет. На сегодняшний момент учебные центры специализируются именно как раз на переподготовке специалистов по охране труда. С учетом высших требований у них немножко изменены программы обучения, переподготовки. Так что, как любой специалист, значит, повышение квалификации все равно должно проводиться в любой организации с периодичностью один раз в пять лет. Так что работодатели должны также на это обратить большое внимание и перенаправить службу охраны труда специалистов, начальников на переобучение. Вот я, может быть, ошибаюсь, но когда там школьники, условно говоря, мечтают кем-то стать, самые разные мечты у них в головах появляются. Ну, мне вот, например, трудно представить, что какой-то мальчишка или девчонка, а я стану специалистом в области охраны труда. Очевидно, такие специалисты, наверное, появляются, могу предположить, в более зрелом возрасте. И они появляются именно, наверное, за счет переобучения чаще. Вы киваете головой, я не права. Нет, у нас сейчас в учебных заведениях, в Госуниверситете в Тольятти есть специальная кафедра. Как раз именно таких специалистов и обучают. Есть у нас здесь, в Политехническом бузе, в университете тоже есть кафедра охраны труда, где так же. То есть, соответствие требованию времени, наверное, да, уже такое? Ну, давно уже, да. А скажите, пожалуйста, насколько дефицитным является хороший специалист в области охраны труда? Есть ли на рынке? Ну, хороший специалист, он всегда в цене, сами понимаете. Тут большая мотивация должна быть. Насчет мотивации, поясните, пожалуйста. Хорошие, квалифицированные специалисты стоят дорого. Ага. Ну, естественно. Любые хорошие специалисты стоят дорого, в любой сфере, наверное. Понимаете, а некоторые работодатели берут просто так, ну, чтобы для галочки был и был, ну, что-то делает и делает. Вот это я вообще не приветствую. Я вообще считаю, что это грубое нарушение. Ну, сэкономить, наверное, пытаются таким образом. Ну, возможно, но это скоро прекратится, вся эта экономия. А что вы имеете в виду? Потому что с нового года у нас будут уже сточаться санкции штрафные. Ну, и на сегодняшний момент вроде бы они у нас имеются, но такие рычаги, ну, слабоваты. Вот, сейчас по статье первой, части первой статьи 527 КОАП, Кодекса административных правонарушений, за нарушение охраны труда в области, должностные лица могут привлекаться от 1000 рублей до 5000. А юридические лица от 30 до 50. Как некоторые работодатели считают, что я лучше заплачу, отстаньте от меня, но делать я ничего не буду. Ну, в этом они немножко ошибаются, так как у нас уже вторая часть есть, статьи 527 за аналогичное нарушение за определенный период времени в течение года. Так что может быть дисквалификация работодателя от года до трех лет. Через суд. Ну, это уже пострашнее, наверное, такая. Ну, да, да, да. Нет, на сегодня имеет место у нас несколько, 7, по-моему, дисквалификаций именно по выплате заработной платы. А, такая практика, то есть, существует. Имеет, имеет место, имеет, имеет. Ну, при остановлении деятельности объектов, оборудования, если они угрожают жизни и здоровью работников, так что у нас вот за 9 месяцев, вот, я сама приостановила 5 единиц оборудования, вот, приостановка была на 35 суток. В Сызрине у нас в организации тоже на 30 суток приостановлено оборудование. Так что у нас имеют место быть и такие нарушения, имеют место и практика именно по приостановке оборудования, станочного и объектов. Ну, то есть, пока все-таки не особенно пополняете вы бюджет государственный, но через 2 месяца, да, вы сказали, с Нового года уже изменится серьезный... Ну, мы, да, да, да. ...меры воздействия. Да. Тамара Ивановна, мы говорили про специалиста по охране труда, что вот 50 человек есть, специалист должен быть. Ну, а вот нет специалистов. Может ли, в принципе, организация воспользоваться услугами? Да, возможно. Ну, вот это касается особенно малого и среднего бизнеса, где, как мы уже сказали, что немножко экономят. Вот. Но здесь ответственность за обеспечение и за обеспечение безопасных условий охраны труда и функции службы охраны труда возлагается на работодателя. Так что весь спектр той деятельности, которой должен заниматься специалист по охране труда, возлагается на работодателя. Но в то же время работодатель может заключить договор гражданскоправового характера с организацией, оказывающей услуги в данной области. Есть специальные требования к данным организациям, которые должны быть аккредитованы. Специализированные организации у нас есть, имеется реестр, значит, на сайте Минтруда, куда можно постучаться и посмотреть. Вот. И заключить договор со специализированными организациями. А еще возвращаясь немножечко обратно, достаточно ли вот этих обучающих центров, например, на уровне нашей области, трудно ли там, существует какая-то очередь или существуют какие-то жесткие временные рамки? Нет, я не думаю, что есть очередь. Но здесь опять нужно смотреть, понимаете, специфика деятельности организации. Она подразумевает, даже если они и заключат договор, но тот инженер, тот специалист, который будет оказывать услуги, ну, опять же, разового характера. Я считаю, что все-таки в каждой организации при численности менее 50 человек, в зависимости с учетом специфики деятельности предприятия, должна быть служба охраны труда, специалист, освобожденной. И причем данная должность должна быть включена в штатное расписание. Да, чтобы все это не превратилось в формальность, конечно же. Я еще раз напоминаю нашим зрителям, что мы сегодня говорим о безопасности труда. У нас в гостях начальник отдела Государственной инспекции труда Тамара Шраменко. Еще раз напоминаю, вам телефон 202-11-22. Кстати говоря, вопросы, вот, Тамара Ивановна, я удивилась, услышав, что вы проверяете своевременность выплаты, заработные платы. А вот наши зрители, видимо, видят вас, специалисты во всех областях даже спрашивают, насколько отвечает критериям вода, которую мы пьем. Не знаю, готовы вы ответить на этот вопрос. Нет, этот вопрос нужно в Роспотребнадзор, пожалуйста. Если у вас что-то, не могу сказать. Ну, вот, тем не менее, человек, видимо, знающий законодатель. Есть определенный гост по питьевой воде, так что в компетенцию не входит инспекция. А вот, например, освещенность улиц и дорог, да, работает транспорт, автоперевозки, на улице темно, произошел какой-то случай с травмами. Вот, имеете ли вы, например, отношение к этому и будет ли наказан кто-то, кто это не обеспечил? Ну, здесь не только инцидент именно то, что произошел случай. Если есть, допустим, погибшие или получившие какие-то телесные повреждения, то да, мы участвуем в комиссии, в ДТП. В ДТП мы сейчас не участвуем. Это, значит, расследуется комиссией работодателя, но обязательно по материалам ГИБДД. А всю информацию по окончании расследования они обязаны предоставить в инспекцию труда. Но есть некоторые вопросы, есть некоторые несчастные случаи, которые не только у нас постоянно на контроле. Если там, допустим, более 10 человек, то тогда здесь председателями будет орган ГИБДД. В инспекции труда представители. А скажите, пожалуйста, есть ли на вашей памяти такие ситуации, такие случаи, когда вы, разбираясь, предположим, в каком-то случае понимаете, что, ну вот обидно же, если бы люди все соблюдали. Ведь это же было так просто. И так просто было избежать, ну, не знаю, может быть, не жертв, ну, во всяком случае, там, травматичности или чего-то еще. Не, ну, в любой травме также присутствует и человеческий фактор. Понимаете? Я так понимаю, что вы говорите, что если есть вина самого пострадавшего, да? Вот в этом случае. Ну, пострадавшего, либо человека, который не обеспечил ему безопасность. То есть, вот наши, на самом деле, ну, не любят же, наверное, вас работодатели, да? Уж простите за вопрос. Ну, никто, наверное, не рад визиту на свое предприятие представителю вашей организации, правильно? Наверное. Наверное. Вот. Ну, а вот тем не менее, я опять все к тому, что не стоило бы, наверное, от этого отмахиваться. Нет, ну, любой несчастный случай, рознь, одинаковых не бывает ни причин, ни обстоятельств, и лиц, допустивших нарушений, не бывает. Ну, вот именно ситуации. Имеют место, конечно, когда даже и, возможно, и нарушение работникам, тем, с которым произошла травма та или иная, он может фигурировать как ответственное, как лицо, допустившее нарушение тех или иных нормативных актов. Но здесь нужно очень аккуратно, и сложность в том, что при определенных обстоятельствах любая комиссия и работодатель, если будет расследовать легкий несчастный случай, может поставить в лицах, допустивших нарушение самого пострадавшего. Это в тех случаях, если он полностью, значит, допущен, вся процедура допуска его к самостоятельной работе проведена от начала и до конца. Это вводный инструктаж, первичность, стажировка, допуск к самостоятельной работе, обучение. Ну, тут опять специфика, если он ранее обученный или ранее не обученный, но все это должно быть документально подтверждено. Что он ознакомлен с инструкциями по охране труда под роспись, или они ему выданы на руки. Что он ознакомлен с технологическим процессом под роспись, со всеми локальными документами, согласно 22 статье Трудового кодекса, работодатель обязан знакомить с локальными документами всех работников под роспись. Вот в этом случае уже комиссия решает, возможно его поставить в лицах допустивших нарушение линия. Также имеет место у нас грубые неосторожности. Ну, вот с этим очень сложно и очень нужно осторожно к этому подходить при любом несчастном случае, при легком, при тяжелом, при со смертельным исходом. Но со смертельным исходом он не учитывается, даже если она имеется. А все-таки не нужно забывать, что грубая неосторожность является только алкогольное опьянение, если оно установлено соответствующим органам. Вот. И если, допустим, если просто вот так четко рассказывать, чтобы было всем понятно, значит грубая неосторожность может являться тот факт, если работникам, если он обеспечен, допустим, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты на протяжении какого-то времени не применялись, ну умышленно или неумышленно, не в том смысле, что он не обеспечен ими, а именно то, что они ему выдали, он просто их не применял. Ну, он не захотел, не подходит, но при этом никаких, значит, замечаний по отношению носки даже к той спецодежде не было предъявлено работодателю, то в этом случае также комиссия может установить ему факт грубой неосторожности от 0 до 100%, но выплаты могут быть уменьшены не менее чем на 25%, не более чем на 25%. Ну, то есть обязанности существуют не только у работодателя, но и у самого работника есть определенные, да, и права, и обязанности. И, наверное, вот зная эти права и обязанности, есть ситуации, в которых работник может просто-напросто отказаться выполнять какой-то вид работы, если он понимает, что... Ну, есть определенные статьи Трудового кодекса и других нормативных правовых актов, есть у многих же колдоговоры, которые двухсторонним соглашением с профсоюзом и со стороны работников и работодателя, значит, оформляются. Да, и вот зная этот договор, конечно, на самом деле можно обезопасить себя от многих вещей. Тамара Ивановна, спасибо огромное вам, очень сложные вопросы сегодня с вами обсуждали, спасибо, что пришли к нам сюда. Всем нашим зрителям мы желаем безопасной абсолютно работы, безопасной жизни. Спасибо, что были с нами, увидимся в городе АЭС. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин